Всем привет дорогие друзья! Это видео будет посвящено самым главным настройкам, которые нужно пройти сразу же после того, когда вы смените свой телефон старый на новый. Как это произошло в моем случае. Я плавно перешел со своего смартфона Xiaomi Redmi Note 7, который вы видели прошедший целый год, на новый смартфон Xiaomi Poco X3 NFC. Все-таки, дорогие друзья, пришло время изменить смартфон и самая главная причина для меня была в том, что тут приходит более быстрое обновление. Этот же смартфон в скором будущем в принципе перестанет обновляться, поддерживаться, потому что уже устаревшая версия, а этот все-таки смартфон новый еще на год-два, его точно хватит. Так вот, эта же ситуация, которая произошла у меня, сменить телефон старый на новый, будет повторяться и в вашем случае. Если не в вашем, то у ваших знакомых, родственников и так далее, это 100%. Поэтому я подумал над тем, чтобы снять видео для вас, и чтобы вы знали, какие настройки нужно пройти в первую очередь после покупки данного нового смартфона. Что ж, дорогие друзья, давайте начинать. И самый первый шаг, нам нужно удалить все лишнее. Как это можно сделать? Мы заходим в Play Market, потом в левом верхнем углу три полоски, справка, отзыв. Сейчас зайдем в настройки, о приложениях, первый пункт, потом еще раз первый. И вы все эти действия, конечно же, повторите. Еще показать системные процессы. Изначально, как вы только покупаете новый смартфон, он максимально ненастроенный. Он максимально напичкан различным ненужным софтом, который просто лежит мертвым грузом в вашем телефоне, потребляя при этом заряд батареи, трафик. А также это все отнимает память. Конечно же, это все неприятно понимать. Потому что примерно процентов 20-30 от этих всех приложений вы точно пользоваться ничем не будете. Поэтому давайте на своем примере я вам сейчас быстро покажу, что нужно сделать. Конечно же, возможно, прям все приложения мы не успеем пройти, потому что мне нужно показать три шага. Это только первый, второй, третий будут. Но вы поймете хотя бы принцип. Тем, что вы не пользуетесь, отключаете смело. Но то, что вы не знаете, вообще лучше не трогайте. Допустим, вот ассистент. Я никогда пользоваться не буду. Я его уже отключил, кстати говоря. Спускаемся вниз. Сейчас пройдемся по таким важным настройкам. Сюда заходим. Тоже нажимаем пункт остановить. Возвращаемся. И проходимся дальше. По самым таким, знаете, энергопотребляемым ресурсам мы сейчас пройдемся. Допустим, карусель обоев. Тоже нам вообще не нужно. Мы ее полностью удаляем. На некоторых смартфонах эта программа может не удалиться, как это в моем случае. Но на некоторых она удаляется очень легко. Так, спускаемся в самый низ понемножечку. И смотрим, что нам не нужно. В первую очередь, это различные Google сервисы. Кстати, погода. Если вы и не пользуетесь, то тоже берите и удаляйте. Сенсорный помощник. Тоже можете остановить работу. Система сервис печати. Не пользуйтесь. Берете, отключайте, чтобы лишний раз в фоновом режиме у вас не было нагрузки. Спускаемся вниз. Смотрим дальше. Что нам нужно отключить. На самом деле, очень много здесь приложений. И сейчас мы все будем отключать. Цифровое благополучие. Вообще, смело отключайте. Бесполезная настройка. Но в некоторых случаях, конечно, она может быть полезна. Если вы, допустим, следите за своим ребенком. Хотите установить ему какой-то лимит трафика нахождения в телефоне. Ладно, следующая настройка. Android Auto. Тоже отключаем этот пункт. Смело прям. Два огромных энергопотребляемых сервиса мы уже отключили. Спускаемся чуть ниже. И смотрим. Эти всякие игры стандартные. Тоже берете их и отключаете. Google Service, допустим, Duo. Тоже берем и удаляем. Если, конечно же, удалится. Вот, видите. Сейчас у меня это удалилось. Допустим, вот, системный сервис Ebay. Зачем мне Android Xiaomi его сюда вставил? Не понимаю. Если я им не пользуюсь. Вообще не пользуюсь. И меня, видите, при удалении поднимает самый верх. Поэтому мы вот так вот быстренько спускаемся на то место, где были. Вот идут Google Service. И смотрите, Google Новости. Вообще бесполезная штука. Никогда я не пользуюсь. И опускаемся опять вниз в ту же самую точку. Так вот, Google Podcast. Тоже берем смело и удаляем. Google One. Смело отключаем эту настроечку. Назад. Google Films. То же самое. Удаляем. Удалили. Вниз идем. Допустим, вот, Karaoke. Если вам не нужно, то тоже берете и отключаете. Mi Pult. Не пользуйтесь, отключайте. Mi Coin. Тоже берем и останавливаем работу. Mi Drive. Заходим. Удаляем тоже. Далее. MSA. Обязательно останавливаем работу. Назад. MIUI Damon. Тоже останавливаем работу. Обязательно. Все на этом. Первый пункт на настроек можно закончить. Давайте переходить ко второму пункту. Мы уже удалили все ненужные бесполезные приложения. Теперь нам нужно отключить фоновую работу этим же приложением. Как это можно сделать? Заходим в стандартное приложение. Безопасность. Чуть ниже спускаемся. Передача данных. Потом сетевые подключения. В правом верхнем углу. Три точки нажимаем. Фоновые подключения. Смотрите. Фоновые подключения. То есть это приложение без вашего ведома. Когда ваш смартфон находится в режиме ожидания на блокировке. Это приложение работает. Не сильно, но оно работает. Совершает активность на вашем телефоне. Поэтому очень важно его отключить. Есть ли те приложения, которыми вы дорожите и вам важно получать прям все сообщения, все уведомления. Прям вот без этого приложения вы прям движить не можете. Конечно же вы ему не отключаете фоновую активность. Допустим, вот YouTube я отключать не буду, потому что я ими регулярно пользуюсь. Всякие вот игры, трансляция, Google, вот это вот, FM-радио, календарь, все это дело отключаем. Телеграм тоже отключать не буду, потому что у меня там есть много сообщений, переписок. Мне это все нужно. Тоже документы. Там, где GRLX с вот этим андроидом, лучше его не отключать и на данный момент. Там WhatsApp, вот это вот отключаем. Галерея, MSA отключаем. Далее, MeCoin. Сообщения тоже не нужно отключать. Вот это вот. Дневник, всякие видеоредакторы. Проигрыватели музыкальные. Диктофон, Lens, загрузки не нужно. Play Market отключаем, спускаемся ниже. Спецвозможности, контакты не нужно. Диски, два, потом что еще. Инстаграм, я им не так сильно пользуюсь, я отключаю. Игру отключаем, чуть ниже. Музыку отключаем. Вот это вот. Gmail почту не буду, мне нужны там некоторые сообщения. Компас отключаем. Карусель обоев, Facebook, AIDA. Вот это все тоже отключаем. MiPult, цифровое благополучие. Что еще? Вот это отключаем. Диск отключаем. Карту. Турбо отключаем. Потом еще Opera отключаем. Камера тоже. Google Chrome. Раз, два, три, четыре. Google Pay не нужно отключать, если вы пользуетесь NFC. Отключаем тоже. Тоже пошло-поехало. Вот это вот. Заметки. Отзыв отключаем. ShareMe. Google Photo. Календарь. Xiaomi Cloud в принципе тоже не нужно отключать. Далее калькулятор отключаем. Вот это отключаем. Переводчик. Booster. SDMate. Analytics. Потом погода. Вот это вот. Android Auto. Далее игрушки отключаем всякие. Вот справочники. Вот это, вот это, вот это. Нет, сейчас и не нужно отключать. Потом смотрим дальше. Два, три. Все, в общем-то, дорогие друзья. Смотрите, 124 приложения у нас было. Это же очень много. И мы всему этому ограничили фоновую работу. Теперь у нас, видите, как много освободилось фоновых подключений к этим вот приложениям. Это очень хорошо. И давайте сделаем третий, наконец, уже. Последний шаг. Он тоже очень важен. Заходим в главные настройки. Чуть ниже спускаемся. Питание и производительность. Смотрите. Контроль активности. Очень важные пункты, ребята. Поэтому обязательно проходимся. Мы, в принципе, как вы уже заметили, работаем в общем-то в основном с приложениями. Потому что они самоэнергоемкие и значимые для нашего Android смартфона в целом. Это приложение, что оно делает? Оно занимает место на вашем телефоне. Оно в дальнейшем потребляет память. Расходует заряд вашей батареи, фоновая активность и так далее. Поэтому мы все плавно, постепенно переходим от настройки к настройке. Для того, чтобы максимально сильно и прочно оптимизировать работу вашего телефона. Это же очень хорошо. Смотрите. Я вам тут прям все приложения не буду делать. Я вам сейчас покажу несколько, объясню принцип. Далее я уже сам это доделал, потому что видео и так уже слишком сильно затянулось. Нельзя так делать. Мы тут нажимаем в правом верхнем углу тоже. Вот три точки, показать системные приложения, чтобы вы просто понимали. Допустим, вот галерея, да, стандартное приложение. Вы им пользуетесь? Конечно, пользуетесь. Ставим ему мягкое ограничение. Жесткое ограничение, оно может подтупливать. Не нужно ставить. Мягкое ограничение пойдет. А жесткое ограничение можете поставить, допустим, на какие-то программы, которыми вы пользуетесь раз в 10 лет. Допустим, законы России, законы Украины, какие-то правознавства, какие-то книжки. Там можете смело ставить жесткое ограничение. Давайте посмотрим еще сейчас что-нибудь. Допустим, очиститель дисков. То же самое, ребят. Ставьте мягкое ограничение. Календарь. Тоже ставим мягкое ограничение. Музыка. Мягкое ограничение. Обязательно. Погода. Тоже мягкое ограничение. Вот, допустим, программа из DMA. Я пользуюсь очень редко. Я сюда захожу. Могу поставить ему жесткое ограничение. Вообще без проблем. И это приложение будет максимально лежачим в вашем телефоне. Оно не будет потреблять заряда батареи вообще никак. Opera. Тоже ставим мягкое ограничение. В основном, как вы заметили, многие приложения нужно перевести из умного режима в мягкое ограничение. Но всякие мессенджеры, там YouTube и так далее, где вам важно получать сообщения, уведомления всякие, там не нужно ставить мягкое ограничение. Там пусть стоит умный режим. Жесткое ограничение. Те приложения, программы, которыми вы пользуетесь вообще очень редко. Мягкое ограничение. Те, которыми вы пользуетесь, так знаете, в среднем режиме. Я вам уже показал, какие там могут быть приложения. Допустим, тот же вот Netflix, Mi Video, Instagram я пользуюсь мало. Допустим, Google, Gmail. Мягкое ограничение везде ставьте. Дорогие друзья, вот такие вот три важные настройки мы уже, в общем, прошли. Вы тоже будете знать, что нужно делать в первую очередь после покупки нового телефона. Надеюсь, видео это вам понравится, конечно, затянулось. Если так, поддержите меня лайком, оставляйте свои добрые комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем желаю успехов, удачи, ребят, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok